к этой схеме. Значит, ключевые моменты, которые нужны нам для того, чтобы начать говорить на любом языке, в принципе, они состоят из четырех моментов. Нам необходимо слышать и понимать язык, нам необходимо на нем говорить и так, чтобы мы были поняты, нам необходимо читать текст и, собственно, иметь навыки письма. Здесь обращу внимание, что здесь последовательность, она на самом деле очень определена. И сложность бывает в том, что сначала изучают, ну, как бы изучение происходит наоборот. Мы сначала учимся читать, потом учимся писать и только потом начинаем осваивать аудирование на слух, язык и только в последнюю очередь говорить на языке. И беда в том, что, к сожалению, из-за вот такого подхода очень часто люди могут читать достаточно сложные тексты, писать письма, какие-то тексты продвинутые. Но в случае, когда они попадают в языковую среду и нужно поговорить о каких-то простых вещах, как дела, как пройти к магазину, я не знаю, там, сколько стоит тот или иной продукт, они не могут этого делать и не умеют этого делать, потому что не знают, как это, собственно. Потому что навыки общения, они у них как бы на втором плане изучения. И, в принципе, вот эти четыре ключевых момента, да, они вот в этой самой фишбон, они обозначены. То есть первое, что необходимо для того, чтобы нам общаться, говорить и быть понятым. То есть это на самом деле, в первую очередь, слышать и понимать, читать и... Ну, я здесь увеличу, я вижу, что слышишь достаточно. Читать и понимать, писать и быть понятым. Да, то есть это последний момент. И здесь дополнительный пункт, видите, быть грамотным при этом. Я вот отдельно его вынес. Почему? Потому что могу сказать, что очень важно бывает приступить к общению, начать говорить или начать слушать. Потому что... Ну, вот у меня, например, есть достаточное количество друзей индийцев, которые разговаривают на русском. И бывает, что грамматически они не всегда правильно строят предложение. Они могут ошибаться, не до конца верно обозначать окончанием предложений. И это не страшно. Главное, что они попытались освоить язык, начали на нем общаться. И в конечном итоге вопрос грамматики, он, ну, как бы, приходит. И русский язык в этом смысле, конечно, с точки зрения грамматики, он очень сложный. Ну, сравним, как бы, с санскритом, по сути. Да. И здесь, конечно, вот что важно, это то, что здесь на схеме я хотел бы особенно обозначить, это то, что вот эти коммуникативные навыки, да, то есть умение слышать и понимать, и умение сказать и быть понятым, они на самом деле на первом месте. И вот если взять, например, детей, которые учат язык, они бывают, что читать-писать не умеют, правильно? Ведь за 7 лет мы там до школы, мы не учимся читать и писать. Но общаться мы можем, потому что мы можем воспринимать как бы на слух информацию, ну, и ее дублировать, копировать в том числе. На этом вот техники обучения в Индии, по сути, в первую очередь построены, когда ученики, они прямо слово за слово повторяют за преподавателем. Что еще, значит, здесь? Ну, как бы, если уже дальше идти по ветвям, да, то есть здесь вот это и есть основная концепция, о чем речь. И дальше внутри, здесь вот по типу, что нужно сделать для того, чтобы освоить тот или иной навык, да, то есть нам нужно для того, чтобы начать говорить и быть понятым, нам нужно уметь произносить звуки и слова, да, то есть нам нужно это делать правильным. И здесь есть такое понятие в хиндии и в санскрите учарана, это произношение, да, то есть нам для того, чтобы быть понятыми, нужно не искажать звуки и доносить их таким образом, чтобы их можно было распознать. И для того, чтобы освоить это, ну, вот есть разные способы, да, то есть в первую очередь это и есть коммуникативные техники. Я сам проходил разговорный курс по санскриту, и могу сказать, что это очень эффективные техники, когда общение и изучение языка идет в первую очередь через сам язык, то есть не используется язык какой бы то ни было другой. То есть мы изучаем хинди, например, и говорим только на хинди, информацию передаем на хинди в виде картинок, в виде словарей, которые хинди-хинди, например, вот в том числе, как бы изучая хинди, я нашел электронные такие словари, есть и бумажные словари, и своим студентам очень рекомендую ими пользоваться, потому что в этом случае словарный запас, он набирается значительно быстрее, и когда изучение происходит в рамках самого языка, то не приходится переключаться из привычной языковой сферы в ту сферу, которая как бы осваивается. Это особенно важно бывает на самом первом этапе, потому что новый язык – это совсем новый, это как научиться ребенку впервые ходить, скажем так. Поэтому это очень непривычно, очень дискомфортно, и очень легко переключиться на свой обычный язык, и использовать его для того, чтобы передавать ту или иную информацию. И какие есть коммуникативные техники в принципе? Первое – это, например, повторение за преподавателем. То есть преподаватель говорит какую-то фразу, и в каком-то смысле как попугай студент, он повторяет за ним то, что он сказал. И вот это вот такая очень древняя техника передачи знаний в Индии на самом деле. Вот таким способом они это делают, и очень эффективно это работает. Другой способ – это уже следующее перефразирование. Когда мы говорим ту же самую фразу, но в ней что-то меняем. Ну и таким образом в группе, например, может быть фраза «Я поехал в Дели», следующий говорит «Я поехал в Агру», следующий говорит «Я поехал в Аранаси», следующий говорит «Я поехал в Калькутту». Ну то есть как бы структура одна и та же, просто меняется там, скажем, одно слово. И благодаря тому, что мы такую фразу либо один студент, либо все студенты там проговорили, вот эта конструкция, она с одной стороны становится привычной, а с другой стороны, как она строится с точки зрения как раз артикуляции, произношения, она тоже закрепляется. И следующее – это многократное повторение фразы. То есть это вот как раз похоже на то, что я сказал до этого, но когда мы это говорим много-много-много раз, для того чтобы это происходило уже просто автоматически. То есть когда у нас возникает ситуация, когда нам нужно, собственно, произнести ту или иную фразу, и мы сомневаемся, если вот мы учим ее через грамматику, в первую очередь, мы можем сомневаться, так нужно построить эту фразу или не так нужно построить эту фразу. Но если мы выучили эту фразу, ну вот при помощи такой методики, когда мы ее повторили 10 тысяч раз, мы уже там, как скажем, меня зовут так-то-так-то, или я оттуда-оттуда, мы даже задумываться не будем, как и что нужно сказать для того, чтобы грамматически она была правильной. Соответственно, следующий вариант. Мы можем пересказывать своими словами какие-то фразы, мы можем делать упражнения на память, опять же, на пересказ. Ну, то есть мы прочли какой-то текст, например, или нам кто-то что-то рассказал, мы это пересказываем своими словами при помощи своих уже собственных конструкций. Мы можем читать вслух. Это тоже очень интересная техника. У меня есть знакомый, который в Индии живет уже больше 20 лет, и он знает около, там, я не побоюсь, наверное, 7 языков индийских, там, бенгалии, хинди, санскрит в том числе и другие языки. И вот у него техника, она очень интересная, мне кажется, очень эффективная. Он берет просто текст, изучает скрипт, как эти звуки должны произноситься, и дальше просто читает этот текст вслух. Он может даже не понимать смысл этого текста. То есть здесь как бы идея в том, что он читает, говорит и сам, собственно, слышит. Понятно, что для этого у него перед этим должно быть поставлено правильно произношение вот этих букв, которые он читает в тексте. Но вопрос в том, что у него все три механизма взаимодействия с языком, чтение, произношение, слушание, они присутствуют и используются. Ну и следующий способ, конечно же, в первую очередь, который тоже может быть очень полезен, это общаться с носителями. Когда мы можем прийти, скажем, на рынок, просто ткнуть в картошку и спросить, что это, как это называется, или там в огурцы, или в морковку. И вот это очень классный способ. Да, то есть даже до общения в каком-то сложных конструкциях, о каких-то сложных понятиях, там просто о семье, рассказах или еще о чем-то, можно просто прийти в какое-то место и начать задавать вопросы какие-то простейшие, элементарнейшие, как вас зовут, как ваши дела. Не важно. Важно, чтобы вы задали эти вопросы и уже получили на них хотя бы один-два ответа. Это уже будет очень большим подспорьем, потому что и психологически это очень помогает. Вы сразу же понимаете, что вы можете это делать и что это не страшно. Но и кроме этого могу сказать, что индийцы на самом деле очень позитивно на это реагируют. То есть с человеком, общающимся на хиндии, а не на каком-то другом языке, будь то английский или русский, неважно, они общаются значительно более приветливее и радостнее, что ли, потому что они понимают, что человек потратил время, освоил достаточно сложный язык и ему тоже проще, потому что они говорят на своем языке. Значит, что нужно для того, чтобы нам слышать и понимать в тот момент, когда мы общаемся? Нам, конечно, в первую очередь нужно различать звуки и особенно здесь речь идет о специфических звуках. Вот мы в прошлом вебинаре, который проводили, говорили о том, что есть некоторые звуки, которые очень сильно отличаются в санскрите и в хинде, которых нет в русском языке, их нет в английском языке. И не путать там звук р, р, например, или н и н, это бывает очень важно, потому что, ну, бывают слова похожие, и если мы звук неправильно распознаем, мы можем, ну, как бы, интерпретировать слово, соответственно, неправильно. Что нужно для того, чтобы на слух распознавать? Да, это нужно слушать аудио, это может быть и радио, да, это может быть аудиокниги. И вообще, очень рекомендую погружаться в язык, то есть для того, чтобы легко начать говорить, на языке хорошо, если при процессе изучения этот язык есть фоном каким-то образом, то есть вы включаете радиостанцию индийскую, которую в интернете можно найти, или включаете диалоги какие-то из учебника. Здесь песни в этом смысле, они немножко, конечно, более сложны, лучше речь, то есть лучше, если люди на языке говорят, потому что в песнях используется, бывает очень специфичный язык, в том смысле, что он поэтический, и вот большинство песен, которые можно слышать на индийских радио, это не сколько даже хенди, это сколько урду, потому что урду, он такой более поэтический язык, в нем много способов есть для метафор, игры слов, и поэтому он такой, ну, достаточно сложный, можно так сказать, то есть переводить песни урду, урду их, как стихи, в принципе, урду, это достаточно сложный процесс, потому что поэзия урду, она такая очень красивая, с одной стороны, с другой стороны, это не разговорная, не обычная речь, а радио обычное, просто как бы, как люди рассказывают что-то, очень полезно слушать, для того, чтобы настроиться на мелодию языка, как он звучит, для того, чтобы вот эти звуки, к ним привыкнуть, они стали обыденными, не было сложностей, для того, чтобы там их выделить, ну, и следующий способ, да, это вот смотреть фильмы индийские, без перевода, причем, на самом деле, сейчас даже есть сайты, где можно смотреть не индийские фильмы, а есть иностранные, западные фильмы, переведенные на хинди, и здесь самый простой способ, это, конечно, смотреть их с субтитрами, но могу сказать на практике, что, конечно, субтитры, они немножко, ну, дисфокусируют изучение языка, в каком-то смысле, потому что, в конечном итоге, концентрируешься на чтение, на перевод, и на русский язык, если же смотреть фильм, полностью без перевода, постаравшись понять, что происходит из контекста, то это значительно более эффективнее, хотя может быть, несколько утомительно, особенно если, как бы, словарный запас еще небольшой, то это может, как бы, ну, вызывать некоторый дискомфорт, и могу сказать, что вот это, на самом деле, самая важная часть в изучении языка, да, это преодоление вот этого самого дискомфорта, то есть, для того, чтобы начать легко общаться, нужно, чтобы вот это вот недопонимание языка, то, что вот вы что-то слышите, видите, или читаете текст, например, вы не понимаете, там, скажем, половина этого текста, половина хотя бы понимаете, или два-три слова понимаете, а все остальное не понимаете, и у вас, как бы, такое может быть разочарование, а, не, я с этим не справлюсь, это очень сложно, и даже пытаться не буду, и вот скажу, что как раз наоборот, вопрос в том, что очень эффективно, если изучение языка, если вы не знаете абсолютно все, но знаете, скажем, там, хотя бы, там, 50% того, что вы слышите, потому что очень многое можно додумать, особенно, если это видео, то есть, видео, как бы, из контекста ситуации, можно понять в принципе, о чем идет речь, из каких-то отдельных слов, до понять, как бы, ну, более конкретно, о чем идет разговор, в той или иной сцене, поэтому, в этом смысле, очень рекомендую, в тот момент, когда вы слышите аудио, смотрите фильм, не бояться того, что вы не будете что-то понимать, и здесь вот нужно научиться расслабляться, то есть, просто на это не обращать внимания, и фокусироваться на том, что вы понимаете, и таким образом, нет, нет, там автоматически будет происходить то, что те части, которые у вас будут недопоняты, они у вас, ну, станут, станут проясняться, и вы станете понимать, о чем идет речь. Следующее, это то, что необходимо освоить нам, для того, чтобы читать, нам необходимо освоить алфавит, освоить лилегатуру, то есть, соединение букв, и здесь могу сказать, что в хинде, конечно, в этом смысле, алфавит, он очень важен для того, чтобы мы понимали, слышали и говорили, собственно, на языке, потому что, как раз, есть вот эти специфические звуки, которые мы можем увидеть в алфавите, и для того, чтобы тренировать чтение, мы что можем делать, читать тексты, да, и здесь лучше всего, конечно, начинать с простых текстов, и читать, как бы, далее, далее, более сложные. В интернете есть особые, такие книжки для детей, для изучения хинди, там, истории, они специальным образом адаптированы, есть разного уровня, собственно, они, то есть, от очень простых, до, уже продвинутого, такого, хинди, и очень полезная вещь, это чтение различных пословиц и поговорок, потому что, ну, с одной стороны, это некий культурный пласт такой, а с другой стороны, словарный запас, благодаря этим самым пословицам, поговоркам, он очень хорошо может расширяться. Ну, и для того, чтобы писать на хинди, тут уже, соответственно, опять же, нужно знать, как писать буквы, то есть, нам не только нужно знать алфавиты, читать, но и знать, как их правильно обозначить, но это практически одно и то же. И в качестве практики можно начинать писать какие-то просто простые слова, для начала, просто можно даже писать русские тексты, просто диванагари, для того, чтобы освоить и сам алфавит, и само написание текстов, а дальше уже какие-то, ну, с набором грамматики, словарного запаса, уже небольшие там, тексты, письма, может быть, индийцам, эссе какие-то, ну, и так далее. И еще, как практика, ну, основная, это упражнение делать письменно, то есть, ну, в ходе курса, который у нас будет, у нас будет домашнее задание, где нужно будет перевести, собственно, с русского на хинди, некоторые предложения или небольшой текст, составить диалог. И мы, собственно, будем их писать и потом разбирать уже на самых уроках, как они звучат, и такие есть там нюансы. Ну, и следующий очень важный момент, да, для всего этого, это нам необходимо быть грамотными, да, и вот еще раз повторюсь, что очень часто бывает, что путают первостепенные вещи и второстепенные. В первую очередь, нам нужно начать общаться, нам нужно начать читать, нам нужно начать слышать, и не всегда мы можем полностью этой информацией владеть, да, что при слышании, что при произношении у нас там словарного запаса может не хватать, что при чтении он может быть у нас ограничен. Но, тем не менее, мы можем начинать это делать с минимум и как бы постепенно, шаг за шагом, учась выхватывать ту информацию, которая нам нужна, осваивать и чтение, и общение и так далее. И уже следующий шаг для того, чтобы нам это делать, абсолютно четко и понимать, почему же мы должны это предложение построить таким образом или сяким образом, вот как нужно построить эту фразу таким образом или сяким, нам, конечно, нужно знать, как это делается грамотно, да. И для этого что нужно? Для этого нужно, первое, конечно, чтобы у нас было поставлено произношение, опять же, да, то есть нам нужно слова произносить правильно, и нам нужен словарный запас определенный для того, чтобы начать общаться, в принципе, это словарный запас где-то около тысячи слов. Тысяча-две тысячи слов уже достаточно для того, чтобы вот на самые простые вещи, собственно, пообщаться, какие-то бытовые темы, как дела, кто ваши родственники, ну и так далее. Значит, что нужно из этих слов? Это вопросы, да, кто, что, где, как, почему, и так далее. Их использование существительные, прилагательные, очень важная часть для хинди, особенно это глаголы, да, то есть это очень такая важная часть, в которой, потому что глаголы, они, ну это вот очень большой процент, в принципе, общения, в общем, большой процент того, о чем мы говорим. Наречия, числа, цвета и дни недели, да, и грамматика. Что нам нужно для того, чтобы это говорить правильно? Рода, да, имеется в виду мужской и женский род. Хинди, в отличие от санскрита, среднего рода нет, только вот мужской и женский. Числа, склонения, да, косвенный падеж, прямая речь, собственно, послелогия, очень важный раздел, да, то есть в русском у нас предлоги, в хинди послелогии есть достаточно разные нюансы, связанные с ними. Глаголы, опять же, да, их использование, времена, то есть это настоящее время, прошедшее время, будущее время, ну и те вещи, которые могут быть с ними связаны, там, продолжительное время, причастие, и составные глаголы, это уже такой более продвинутый хинди, скажем так, это более сложные глаголы, бывает, что в хинди может быть глагол, состоящий из четырех глаголов, которые соединены вместе, и благодаря их соединению, ну, как бы, они имеют новый смысл. Вот, собственно, вот, что нам необходимо для того, чтобы освоить, освоить язык, и если вот всю, вот эту карту мы освоим, ну, то есть вот всю, вот эту грамматическую часть, и этот словарный запас, и при этом будем легко говорить то, что хотим, слышать и понимать, что нам говорят, читать тексты, то, соответственно, у нас сложности с общением уже не будет, и дальше останется только наращивать, наращивать более сложную грамматику, объем словарного запаса, по большей части, ну, когда база грамматическая, она освоена, дальше, по большей части, идет проработка словарного запаса, все больше и больше и больше слов нужно для того, чтобы мы могли в рамках этой грамматики, которая освоена, уже читать какие-то более сложные тексты, смотреть более какие-то интересные фильмы, ну, и так далее. Ну, вот, что я хотел рассказать про вот эту схему, есть ли какие-то вопросы по ней, ну, или вообще по этой теме, если нет, то тогда мы потихонечку пойдем дальше, я расскажу про использование хинди, уже, уже в самой Индии, в самих путешествиях. Я чего-то вас не слышу, а, все понятно, так, все молчат, ну, ладно, да, хорошо, так.